Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Сегодня республику посетил командующий Северокавказским округом войск Национальной Гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаров. У него была особая миссия вручить государственные награды личному составу Управления Росгвардии по Карачева-Черкесии. С торжественного построения репортаж Фатимы Дауровой. Государственные награды за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, ждут своих героев, которые выстроились на плацу. Торжественный митинг начался с воинского приветствия командующего Северокавказским округом войск Национальной Гвардии Российской Федерации Сергея Захарова. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ командующий! Поздравляю вас с успешным окончанием выполнения угробных боевых задач. Ура! 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 В начале митинга гости мероприятия и сотрудники управления почтили память боевых товарищей и друзей, павших при исполнении служебного и военного долга минутой молчания и возложением цветов к мемориальному комплексу. Командующий Северокавказским округом войск Национальной Гвардии России Сергей Захаров в своем обращении к личному составу подчеркнул, что бойцы и сотрудники управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии наряду с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации и другими формированиями мужественно выполняют все поставленные задачи специальной военной операции. Личный состав территориального управления по Карачаево-Черкесии в составе группировки войск сил от Северокавказского округа, войск Национальной Гвардии Российской Федерации, с самого начала принимал и принимает самое активное участие в выполнении задачи специальной военной операции, проявляя при этом мужество, героизм, отвагу и самоотдачу. Чествовали военнослужащих и сотрудников, отличившихся в специальной военной операции, представители региональной власти, Министерства внутренних дел Республики, ветераны ведомства. От лица главы Республики Рашида Тимрезова спикер Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов поздравил личный состав управления с присвоением государственных наград. Благодаря вашему героизму и отваге тысячи граждан на освобожденных от нацизма территориях могут растить и воспитывать детей, строить новые дома, развивать экономику регионов. Очень горд, что в нашей республике много таких смелых бойцов, которые, рискуя жизнью, стоят на страже безопасности своей малой родины и всей страны. Спасибо вам за верность присяге и своему отечеству, за мужество, доблесть, решительность и патриотизм. Медаль за отвагу. Самая почитаемая среди солдат и офицеров. Неофициально еще с Великой Отечественной войны повелось, что она дается исключительно за мужество и смелость, проявленные в бою. Обладателем заслуженной награды стал боец ОМОН «Мустанг». Медаль Жукова. Медаль за отличие в охране общественного порядка. Названия наград разные, но их ценность для каждого бойца особенная. Всего государственными наградами в этот день были отмечены 11 сотрудников Управления Росгвардии России по Карачаево-Черкесии. Значит, очень многое. От легкого трепета до безумного переживания. Потому что руководство страны, руководство Северокавказским округом, руководство управления достойно оценило мои навыки, профессиональный опыт. Я сумел применить свои возможности в сложившейся обстановке. И я этим очень горд, что пригодился своей стране, своему отечеству. Вся семья у меня династия служила в органах. Я ни капельки не задумывался о выборе профессии. Они обрадуются этой награде? Конечно. Я уверен, что будет им приятно. Как и всем родителям приятно. А что они скажут? Как вы думаете? Какие слова вы ожидаете? Если честно, не знаю, но думаю, что похвалят. Молодец. Мы в тебе не сомневались. Что-то вроде этого. Под предводительством знаменной группы «Строевым шагом» личный состав управления Росгвардии России по республике торжественным маршем прошел по строевому плацу, закрывая официальное мероприятие, посвященное присвоению государственных наград. Сегодня в преддверии Дня Победы в Доме правительства отметили многолетний труд представителей разных профессий. Репортаж Артур Амхце. Педагоги, экологи, стражи порядка, представители средств массовой информации и многие другие. В этот день Доме правительства республики почетными грамотами Народного собрания был отмечен многолетний труд нескольких десятков профессионалов своего дела. Шеф-редактор видеотеки ГТРК «Карачао-Черкесия» Мадина Ионова в числе тех, чей вклад в ту или иную сферу деятельности оценен региональным парламентом. На телевидении она работает около 30 лет. Во многом, благодаря её знанию всего видеоархива, нередко для зрителей удается воспроизвести то, что случилось давным-давно. За видимым трудом наших коллег-журналистов кроется очень кропотливый труд многих сотрудников телекомпании, которых даже фамилии не звучат в титрах. И благодаря таким сотрудникам, наверное, в том числе и я, наверное, и состоит сила нашего телевидения. Наши ребята, коллеги, журналисты пишут историю в течение 30 лет, историю Карачаева-Черкесии. А мы, а я точнее, я её пытаюсь сохранить. Я очень скрупулёзно отношусь к каждому кадру, когда пытаемся выбрать для какой-то передачи. Также для сохранения нашей истории, о наших замечательных людях, о вехах нашей Карачаева-Черкесии. Около трёх лет назад, при непосредственном участии суперфиналиста конкурса «Лидеры России» Ахмата Апакова, в Карачаево-Черкесии появился Центр управления регионом. Сейчас через его коллектив проходит подавляющее количество вопросов, интересующих население республики. И многие из них впоследствии удаётся решить. Безусловно, это очень приятно, получить такую награду от Народного собрания Карачаева-Черкесии. Но я бы хотел отметить, что эта заслуга не моя, а в первую очередь всего нашего коллектива, всех наших коллег из администрации, главы правительства. Это совместный труд, за который, к счастью для меня, наградили меня. Вы своим трудом доказываете и подрастающему поколению, и всем тем, кто вас знает, что надо любить республику, надо быть патриотом своей малой родины, большой родины. И сегодня в это непростое время мы, как никогда, должны быть вместе, должны быть едины. Артур Махцер, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия. Артур Махцер, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия. Казалось бы, такая маленькая вещь, но это, вы все видите, те вещи, которые спасают жизни, которые сохраняют нашим ребятам жизнь и действительно ими востребованы, потому что мы отрабатывали совместно с единым штабом при главе республики заявку нашей 34-й бригады. То есть это именно то, что они просили, то, что им нужно на передовой. И вот у Аси в руках. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременной дождь и гроза, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 4,9, в горах минус 1, плюс 4, а днем 19-24 градусов тепла, местами до плюс 16. В Черкесии переменная облачность без существенных осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6,8, а днем 22-24 градусов тепла. В Кисловодском цирке оживают мифы Древней Греции. Арена, бескрайнее море, фонтаны, морские котики, живой вокал. Все это цирковой мюзикл на воде «Одиссея». Хирургия катаракты. Любой сложности в клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюсарт». С территории проведения специальной военной операции вернулась очередная делегация из Карачаево-Черкесии. В этот раз с бойцами из нашей республики в местах их дислокации встретились главы Ногайского, Ужгутинского и Малокарачаевского районов. Они передали теплые приветы из республики и поздравили ребят с наступающим Днем Победы. Ахмат Халкечев продолжит. Это не первая поездка глав района в зону специальной военной операции. С подобными визитами наших ребят, дабы подбодрить их боевой дух, посетили руководители и других муниципалитетов. И в этот раз собрали груз со всем необходимым. Спецсредства, медикаменты, теплые вещи, хозяйственно-технический инвентарь и, конечно же, продукты питания. Чтобы наши бойцы на передовой могли вспомнить и почувствовать вкус родного отчага, в продуктовом наборе есть мясо сушеное, копченое, колбаса домашней и многое другое. Груз был сформирован по запросам самих военнослужащих. Весь мир говорит не только Россия, что сегодня происходит очень серьезный передел мира на территории специальной военной операции. В том числе там принимают участие ребята из Карачаево-Черкесии, которые отважно, героически исполняют свой долг. Нашим бойцам вместе с делегацией от единого штаба Карачаево-Черкесии также были переданы три маневренных автомобиля. Два внедорожника, один из которых бронированный и семиместный фургон. Хотим выразить свою благодарность, сказать слова благодарности Рашиду Бориспиниевичу, главе республики, также тем, кто нам приезжал сюда и передал эти автомобили, это главы районов. Спасибо вам за вашу поддержку. Очень приятно это все. И это все нам оказывает неоценимую поддержку и помощь. Это ваш личный вклад в нашу победу. Как отмечают главы муниципалитетов Мурат Хапиштов, Рамазан Байрамуков и Мурат Лайпанов, самое важное для них это то, что они прочувствовали сильный боевой дух наших военнослужащих и абсолютную убежденность каждого бойца, что победа неизбежна будет за Россией. Особо здесь ребята ни в чем не нуждаются. И поэтому наша главная задача просто им в глаза посмотреть, их не боевой дух, ощутить на себя. Вот это на самом высоком уровне. И самое главное, огромный салам из Карачаево-Черкесии. Встреча глав муниципалитетов на передовой с командованием и личным составом с первых же минут перешла в формат открытого и доверительного диалога. По возвращении домой члены делегации проведут адресные встречи с семьями наших военнослужащих с целью оперативного решения вопросов, о которых им лично поведали бойцы. Ахмат Халкевичев, Олег Малкожев, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске прошла акция «Парад у дома ветерана». Первое поздравление получил участник Великой Отечественной войны из Черкеска Макс Беленький. Учащиеся 9-й гимназии республиканской столицы подготовили театрализованное представление, посвященное Великой Победе. Звучали стихи и песни военных лет. А еще мальчишки-кибальчишки, моряки и юно-армейцы устроили парад во дворе ветерана по улице Красноармейской. Участник Великой Отечественной войны Макс Беленький и его супруга Любовь поблагодарили ребят за поздравления и проведенные парады, и поделились воспоминаниями о том, как встретили День Победы в 1945 году. Конечно, такое торжество, это очень, понимаете, сильно действует на нашу душу. Вы даже слезу смахнули, да? Ну, еще. Да-да-да, я видела тоже. Я помню, я в селе жила, и как раз мы на уроке были, и вдруг председатель скачет в селе по улице, кричит, победа, победа, распахивает дверь. У нас учительница Анна Михайловна Некрасова, и она как услышала это слово, и она, значит, припала кого-то оконное. А мы все плачем, потому что одни плакали от радости, что, ну, вообще-то все от радости, а другие еще плакали, что кого-то потеряли. В преддверии праздника рыбаки Камчатки радуют жителей Карачева-Черкесии своей продукцией. На заключительную в этом сезоне ярмарку цены на рыбу снижены на 10-15%. Рыбная лавка по традиции работает в Центре развития предпринимательства на Горького-8. О самых вкусных деликатесах расскажет Светлана Шаганова. Роскошную рыбку привезли рыбаки Камчатки. И вот перед вами семейство лососевых. Горбуши, кита, чавыча, кижуч, палтус, белорыбеца. Всегда в Черкесск привозим наисвежайшую рыбу. Всегда свеженькую, красивую, жирную и полезную для здоровья. Порадует вас и селедочка, наивкуснейшая, ароматная скумбрия. В ассортименте консервы самые настоящие. Шпроты, печень трески, нерка и многие другие. Ну и, конечно, среди всего этого вкусного многообразия красная икра. С удовольствием приглашаем всех в нашу рыбную лавку. Поспешите в рыбную лавку Дары Камчатки и поднимите себе весеннее предпраздничное настроение. Адрес прежний – Гурьково, 8, Центр предпринимательства. Мы работаем до 7 мая включительно. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Всем по 50». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин